В любом случае он расскажет не правильные вещи, потому что он не хочет перейти его до следующих соревнований. Как вы понимаете, соревнования в Кросс-Кантрии или в Компетиси, самое важное, это первое, это Клаймли. И как я видел здесь, на старт-классе, не было много людей, и я видел много людей, которые стоят вокруг и пытаются перейти, и, наконец, у меня были какие-то проблемы. Как вы понимаете, соревнования в Кросс-Кантрии очень важен набор высоты, и он удивлен, что на наших соревнованиях не так много людей на достаточной высоте во время открытия стартового окна, что он видит, что много людей двигаются в зум. То есть идея, чтобы взять термик возле земли, удержать его и выкрутиться под базу. И многие из пилота, он лично не знает уровня именно вашего пилотирования, но вот при наборе высоты возникает некая турбулентность, вас выбрасывают из термика, и вы не можете найти его назад. И поэтому, когда вас турбулентность выбрасывает из термика, вы пытаетесь его искать то там, то сям, то ищите новый термик, чтобы выкрутить. И в итоге, под конец дня, вы находитесь на той же высоте, как в ее наборной части. То есть для того, чтобы этого избежать, нужно совместить несколько вещей. То есть нужно ваше пилотское мастерство, а также ваше знание о том, какие виды термиков могут быть и как это работает. Денис расскажет о том, какие гермики могут быть, как их различить и как и специальные пилотские техники, как их обработать. И как их удержать. Для меня, первое, что самое важное, это всегда знать, где вы в воздухе, какой вид воздух вокруг вас. Так что это означает, что если вы должны сделать пилотское мастерство, то есть пилотское мастерство, как на мастерстве. То есть для Дениса важно, как в воздухе составить в себе в голове карту воздушного пространства, то есть как такую карту. То есть где приподнимать, где отпускать, и запомнить это, где какие условия воздушные. If you make control of the thermal, for example, where you are, it's going to be maybe something like this, with three different curves, and some lines, where it's climbing a little less, and a little less, and a little less. То есть вот как в данном случае изображено, вот вы для себя в голове рисуете такую вот карту термика, где есть три ядра, в данном случае конкретном, где приподнимают, допустим, единичка, двойка, троечка. So this is a draw of thermal, you can see from the top, for example, and it's a cut of where you are. То есть и вы видите это сверху, и привязывайтесь к каким-то точкам, чтобы понимать, где вы относительно этих потоков. Это уже другой рисунок, то есть он не относится к этому, это к другой теме относится. So you can see there is some lines showing a mini-strameter, but you can see also these two arrows, and the distance is very small here, and the distance is very big here. И вы видите, что здесь нарисованы градиенты именно скороподъемности, плюс один, плюс два, плюс три, и также две стрелочки, короткая в этой части и очень длинная в этой части. So, as you said, this arrow shows the gradient of the terminals. То есть это показывает градиент Керчуга. More it's short, more it's going to be difficult to control your wing. Чем он короче, тем труднее контролировать угол. Especially if you turn, because if your wing is like this, and you fly this way, you've got the tip inside the curl, and the other tip here, it's not a very nice wing here. So, it's making more difficult to control your wing, because when you turn, you've got some wall like this, because when you turn, you've got some wall like this. And with a part of the wing inside the core, sometimes your wing wants to come flat and go out. And the part of the wing wants to come flat and go out. And the part of the wing wants to come flat and go out. It's to keep your wing always with the same angle. So that means you have to manage this with the harness, body weight, and with the handle. So, the main goal is to keep your wing in the air, while working with your body, and working with the brake. Anyway, all the sensations you are going to feel in the air, is going to help you to make the drop of all the air. For example, if you turn here, and you go here, and here, you are going to feel that there are many curves in the same big thermal. So, when you are able to make all the time to do this, in the thermal and also outside of the thermal, with the bad air going down, you are going to start to become good, because you are going to choose where you are going to choose where you are going to be. Where you want to go, where you want to turn. And when you are able to draw a card in your head, where there are pluses and minuses, where there are more other areas of the drop and drop zones, and when you are able to choose which area you are going to be better, you will become a good guy. This kind of thermal is usually something we are going to find when we are quite close to the ground. For example, here in the flat there is a big area with many core, many pilots are going to start to climb a little, but it's not so easy. So, you can find such a type of thermic you can find on the surface of the Earth. And we have it clearly seen when many pilots are trying to capture different areas. So, maybe here is plus 1 and plus 0.5, 0.3 and 0.1 in this case. So, it's a little if we got a cut here, this is a thermal, ok? So, if we got a cut here, you can see there is two core, one here, one here. And you can expect that in a few moments the different core are going to join them together and make only one. And you have to clearly understand that this is happening at a small height. And that at a certain height, all these cells are in one. So, when you are on the flat and you start to arrive in a place, right, a little bumpy like this, you cannot turn all the way inside the thermals. Often it's more interesting to try to stay and just wait. So, the thermals start from the ground and of course, as expected after that, everything is going to come in only one thermals. So, when you are on the ground and you feel the удар of the cup, then your task is to stay in this zone, to live in this zone and to wait until the moment, when the thermals are formed, when the small holes are formed in the thermals, which can hold you. Of course, what I said is true. Only if there is not a pilot climbing very fast on your right or your left. It's just if you are alone or the first arriving in this area. It's just when you are searching. And it's just when you are searching. And it's just when you are searching. Where are you? Of course, you have to continue to look on the ground, to search the difference of color, or different of culture, or maybe just a river and some field. Because normally the best place is going to be at the border of this. And in any case, you have to look on the ground and look for the possible triggers. It may be different colors, like green, black, river, river, road, etc. It may be a trigger for the thermals. If you are in this area, and it's bumpy like this, and you say, Oh shit, I cannot climb. I'm going to go a little far away. It's not going to help you. It's, as I said before, it's normally better to try to stay in this area. If the ground is the best place, and you feel it's like this, you have to wait. If you can, and you feel it's like this. And in this case, a very good idea is that if you feel the pressure of these small holes in the cup, you try to keep it in this area. You don't go anywhere to find the flow. So, in this area, where the thermals are formed. But if you can't, you can't keep it in this area. But, of course, it's like this. So, I would like to talk a little about the techniques. When you look at your front flying, you can see in the thermals it's never very regulated. Sometimes, like this, and after pitching, diving, go out of the thermals, go down, try to come back again, and things like this. And you can see that a lot of thermals are turning into the thermals, and then trying to return to the thermals. So, to climb well in the thermals, you've got these two things. You have to try to stay, of course, as close as you can of the curve. And the second thing is to have, you have to anticipate all the moves you are going to have in the next second, with the break and with the harness, to try to stay with the same angle. So, the main goal is to keep the thermals in the thermals, to keep the thermals in the thermals, using your body and to work both the thermals. И вы должны понимать, что если перед вами гора и вот вы постоянно прокручивая, вот именно в этом месте, вас забрасывает. И вы должны предугадывать, то есть вы уже как бы знаете, что в этом месте вас будет забрасывать, и вы должны уже быть к этому подготовлены, вы должны придержать. Итак, например, если вы получаете небольшой степень, даже если вы были в тюрьме, то есть вы знаете, что вы будете придерживать в тюрьмоле. Прежде всего, потому что вы понимаете, что ваш руководство получает время революции, вы даете немного скорость. Таким образом, ваш руководство падает, и в то же время, он падает, и в то же время, что его руководство отвечает, так что ничего случилось. То есть, предугадывайте, как себя поведет крыло в терминке. То есть, допустим, если вы знаете, что через секунду у вас будет запрос, отпустите крыло, и когда получается термин, он скомпенсирует, и вы останетесь с тем же угломным образом. Таким образом, если вы чувствуете, что каждую степень, в то же время, это движет ваш руководство, так как это движет, и вы выходите из термин. Следующий раз, когда вы приезжаете сюда, вы идёте сначала, чтобы поставить немного баланса на другую сторону. И когда вы идёте внутрь, потому что вы поставили пандулар на правую сторону, и термин будет выстреливаться и выстреливаться на правую сторону, вы будете выстреливать эффект термин. То есть, если вы понимаете, что в каком-то месте термика вас будет выталкивать из него наружу, то вы должны скомпенсировать это весом, и перенести вес заранее, чтобы не выталкивало из термика. То есть, вы должны учиться рисовать в голове карту термика, и выполнять все действия для того, чтобы не выталкивать в голове карту термика. Остаться в этом термите, и сохранить одинаковый уровень наклона, и постоянно крутить спираль. И когда вы идёте на переходе, и влетаете в такую зону, очень трудно понять, куда лететь, влево, вправо, прямо, а что выбрать? После того, как вы обкрутили несколько термиков, вы уже примерно представляете на сегодняшний день, какие могут быть термики, какие у них примерно ширина ядра, какая у них сила. То есть, например, если он довольно сильный, то суть, честно, достаточно сильный. То есть, если вы идёте в голове карту термика, то это будет тяжело. То есть, если вы идёте в голове карту термика, то будет тяжело работать, потому что вы идёте на первую сторону. То есть, если вы пролетите прямо в сторону ядра, то в данном случае градиент небольшой, и будет небольшой наборник, это будет резкий запрос вверх. Если вы залегите с этой стороны термика, то это будет очень резкий запрос. И когда вы идёте в центре, то вот так. То есть, после того, как вы идёте в голове карту термика, то нужно контролировать. И когда вы готовы, то значит, что вы вернёте в нормальный пендулар систем. И после того, как, получается, крыло зайдёт в термик, будет заброс, потом, если вы не успеете его сконфенсировать, будет большой клевок вперёд, вы его ловите, и вы уже за пределами термика. То есть, вы, заходя в термик, предполагаете для себя такая добровольная ошибка, я предполагаю, что термик ядро слева. И я делаю все движения, чтобы закончить с этой стороны термика на левую сторону. То есть, я буду пропонять, левую спираль в руке табойата. Для этого, вы должны чувствовать себя на руке. Если ваш ряда идёт немного вот так, то вы должны следить за ряда. Потому что это сделает немного баланса. И после этого баланса, вы будете вернёте. Таким образом, вы будете использовать силу вернёте, чтобы вернёте на левую сторону. То есть, получается, что когда у вас будет запрос, вы должны использовать силу этого запроса, чтобы повернуть крыло в левую спираль. То есть, получается, что вы заходите чуть-чуть левее, потом даёте чуть-чуть вправо, как бы соскальзывая с потока, и потом резко переносите вес и резко закручиваете спираль в Е3. То есть, так как идея эта не говорится. То есть вы чуть-чуть даёте вправо, чтобы сделать хороший прокрут, то есть хороший прокрут влево. Таким образом, если энергии много, вы придерживаете наружную брейку, если энергии мало, вы её отдаёте, чтобы сделать больше сильной за лапу. Таким образом, с этой техникой, вы действительно нужны меньше брейки. Таким образом, когда вы используете меньше брейки, это всегда более эффективно. Вы на контроле, это немного, как скинь, это больше энергии, всегда. Встреча не останется, всегда агрессивно, всегда идёт, где вы хотите. И идея использовать как можно меньше брейки. Потому что, чем вы меньше используете брейки, тем вы достигаете большего качества. Так, как вы катаетесь на лыжах, крыло должно постоянно крутиться очень агрессивно. Что вы должны понимать, что, когда вы падаете на арнезе, на одной стороне или на другой стороне, не падая, но когда вы падаете на арнезе на правом или правом, вы делаете немного двигаться. Таким образом, когда вы делаете двигаться, то есть, когда вы движетесь по подвеске вправо-влево, вы делаете определённое натяжение, которое не позволяет вас выналкивать низ потока. То есть, когда вы идёте по прямой, и вы проходите зону подъёма, у вас постоянно идут забросы и клевки, забросы и клевки. Если, когда вы подвеске в фильтре, что вы падаете, там есть псы на листе, или некоторых клевках на листе, то вы gardаете на правом. И когда он возвращается, и вы идёте в фильтре, и вы выберете этот вопрос то есть получается когда когда случается такая ситуация вы делаете небольшой запрос вправо и влево выкручиваете стену я покажу вам одну из техник на первую очередь в коробке но часто она не работает это одна из техник обработки потока но обычно она не работает так совершенно но ядро постоянно перемещается иногда то здесь то там то там в данном случае вы выкручиваете в коробке вдруг в коробке но вы продолжаете то есть то есть вы как бы крутитесь в этом месте ядра а ядро уже переместилось и у вас нет подъема то есть вы то есть вы то есть вы крутитесь в этой зоне подъема и все время ощущаете что в каком то месте вас обнимает больше и вы протягиваете спираль в это место то есть то есть то есть то есть и прокручивая еще одну спираль вы чувствуете что все равно там что то еще есть и вы еще больше протягиваете спираль и еще более 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 вы протягиваете то есть и в какой то момент начинает поднимать снова и более сильно то есть это говорит о том что соседнее ядро засосало вот это ядро и они объединились то есть то есть то есть данная ситуация разобрана для дня в котором очень слабый ветер и снос ядра говорит о том что соседнее более сильное ядро его под себя подсасывает то есть это говорит о том что в следующий раз вы можете сделать не 5-6 оборотов на одном месте сделать 2-3 оборота и прийти в более сильное ядро у вас будет постоянно небольшие забросы Итак, одна из лучших решений, это держать вверх, как они выглядят. Вы переходите вверх. Вы держите вверх. Нормально, в этой части, вверху, вы держите вверху, и вы держите вверху, и вверху, и вверху, вы идете вверху, но вы держите вверху, и вы держите вверху, и вы держите вверху, и когда вы чувствуете, что это правильный момент, вы просто вернете, и у вас будет много энергии, вверху. То есть идея такова, что вы зафиксируете руки в одном и том же положении, и работаете весом, и в какой-то момент, когда нужно протянуть, вы просто переносите вес, ослабляете, и потом еще, потом, когда происходит, вы протянули по ядру, получается, вы еще добавляете, и с энергией, получается, вы винчиваетесь. What I want to say about this. All this control over the awareness, it's not coming from your body weight. It's not, I put my body weight on one side. То есть, это идет от контроля веса. То есть, он переносит вес в одну из сторон. И, with your body weight, you are not enough efficient. You have to push, really, with all the muscles, diagonal here, pushing with the hips, on the side of your harness. То есть, просто переноска веса не будет сто эффективна. Нужно реально дымить всеми мышцами на подвеску, всеми мышцами вот этой части тела. тоже. If you use only your body weight, it's quite passive situation. And if the wing fall a little, or collapse, you are going to fall immediately. Or if the thermal take your wing out, you are not going to be able to control, and you are going to fall outside of your harness. То есть, если вы работаете весом, только весом, без нога, если вы не напрягаете именно вот этот торс, то во время, если какое-то случится какое-то сложение, то вы сразу пойдете за этим сложением, если тело в этой части просто расслаблено и работает как пассивно. Или обратная ситуация, если резко ядро изменится, то опять же вас бросит по подвеске. This system of flying with some turn on the left with the brake, for example, and outside with the harness, like a turn on the right. So, you put your wings, and your harness in opposite way like this. And you can't go straight. То есть таким образом у вас затянута брейка как бы для левого поворота и тело пересняло как бы для правого поворота. Получается, что подвеска и крыло работают противофазия. То есть идея такая, что когда вы ищете ядро, вы проходите по ядру именно в противофазе и в момент, когда вы чувствуете, что настал момент закручивать, вы просто переносите вес и становитесь в стандартную позицию для того, чтобы закрутить ядро. Это всегда очень интересная техника, когда есть плево, очень жесткие термолы, и вы должны следить за плево или дерево, например, сожжать 3-4 метра на море или что-то такое, 3-4 метра на плево, вы должны использовать эту технику также. Вы эту технику также можете использовать, если вы летите вдоль скалы, вдоль стенки на расстоянии 3-4 метра, вы также можете использовать эту же технику. Таким образом, если вы летите, если вы летите, вы должны быть вверхом, вы должны быть вверхом, потому что вы просто уйдете, когда вы берете свои плево, делаете вот так, и вы возвращаете. Если вы летите вдоль такой стенки, и стенка имеет меняющийся рельеф, ущелья небольшие ямки, то вы можете, изменяя наклон тела, именно влетать в эти ямки и держаться одновременно близко к хребту, и переносить свое тело, именно переносом тела, контролировать этот полет. Если будет сложение со стороны горы, вы уже находитесь на стороне, которую нужно компенсировать. То есть вопрос для того, что есть ли с ней негативно. Потому что многие наши пилоты, в нашем стране, уходят вот так, и просто негативно. Это для других причин. Сегодня, может быть, некоторые люди увидят очень маленькую девочку, может быть, она здесь. То есть вопрос был в том, что есть ли с ней негативно. Она играет с красной ногтей, студентной ногтей. И, нет, она не здесь. Она не получила никакой контролю с хребтами в ДНС. Она полностью плотная, и когда термор попадал ее, она падает на право, и она пыталась контролировать только с хребтами. То есть девушка была не видит ее здесь, которая на красном ногтей, которая абсолютно не контролировала, она пыталась контролировать термик только брейками, не работая весом. И это именно такой пример. Когда вы наступаете в термор, если вы слишком пассивны с хребтами и телом, ты чувствуешь свойester женщина с хребтами, много~! Когда вы чувствуете свой твердый, но твердый смет, то можете получить плотную算ь. Аплодисменты, даже, чтобы подниматься вверх. Теперь вы должны подниматься вверх, и чтобы подниматься вверх, чтобы подниматься вверх. Если вы не работаете много именно корпусом, а пытаетесь, если крыло у вас вытолкнуло вправо из термика, и вы пытаетесь вернуть его назад, не работая телом, а именно брейкой, то есть угроза негативной спирали. Когда вы чувствуете, что крыло хочет выйти из термика, то единственное решение, которое вы получаете, это сделать очень большой движок, очень далеко, чтобы следить за напряжение, и ждать крыло, когда крыло вернует. Если вы вытолкнули брейкой, то, конечно, будет стоп. То есть единственное правильное решение, это телом надавить на подвеску именно вот этой частью бетра и частью торса, потому что если вы будете дорабатывать брейкой, то это очень высокая вероятность негативной. И если крыло все-таки выпало из термика, потому что вы забыли сделать какие-то предупреждающие действия, Будьте умными, слушайте информацию, которая идет от крыла, что произойдет в ближайшие несколько секунд. То есть в данном случае, когда вы летите, то данная система стабильна, и вы можете в такой системе лететь дальше. Если вы хотите обращаться, то первое, что вы должны сделать в хорошем способе, это будет хранение и тело. Это будет путь на подвеску с хорошим углом. Причем, если вы хотите обращаться на лево и идти в бетра, то, когда вы вытолкнули здесь, вы получаете свет на этот момент. Когда вы путь в бетра, то вы получаете свет на этот момент. То есть, в данной ситуации, когда вы затягиваете левую пройку, у вас ослабляется нагрузка подвески на эту сторону тела, и многие студенты пытаются перенести вес в обратную сторону, и это не работает. И только после того, как вы перенесли вес, почувствовали давление на бетре, на торсе, и начали заворачивать, только тогда вы дорабатываете бройкой. Поэтому, когда вы в обратной ситуации, первое, что вы будете делать, это подвески на торсе, и после того, чтобы контролировать, как быстро движение на торсе. То есть, в первую очередь, вы должны стабилизировать систему, перенести вес налево, и потом уже контролировать, с какой кривой вы будете закручивать этот поток, этот поворот. Можно я спросить, почему у вас более светлый, когда вы двигаете левую пройку, почему у вас более светлый на левую сторону? Почему вы говорите? Потому что, если вы поставите 5 кг здесь, то здесь будет 5 кг здесь. То есть, если я нажму, если я нажму 5 кг здесь, то здесь будет 5 кг здесь. Потому что подтягиваешься на одну сторону. Да, да, так как подтягиваешься, то есть, если ты давишь 5 кг здесь, то у тебя 5 кг меньше на русском на подвеску. И, если твоя рука открыта, если дистанция от твоих ног до твоих рук, больше дистанция будет далеко. То есть, если вы летаете так, если вы двигаете 5 кг здесь, то здесь будет все дистанция, сделает, опять же, меньше веса. И получается, если вы летаете с распростертыми руками, и вы давите 5 кг по этой стороне, то уменьшение нагрузки на бедре будет еще больше. Больше чем 5 кг. Чтобы избежать этого, мы пытаемся всегда летать с руками, где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. То есть, поэтому мы стараемся летать, и на те, держащие на уровне глаз. И также, в этой позиции, вы можете двигаться довольно легко. Когда вы здесь, вы идете здесь, и здесь. После этого, вы должны делать так, чтобы вы поднимете. Здесь, вы можете идти почти в этой позиции. И в данной позиции, вы можете руками работать более свободно, чем в позиции такой. Потому что тут рука как бы упирается на что-то, и вы делаете вот это движение. И мы стараемся, когда идут такие маленькие движения купола, постоянно словить его. И это реально очень плохо для качества полета. Но это очень лучше, чтобы пытаться лететь с руками. Эта часть руками здесь, близко к рейсерам. Таким образом, когда вы идете прямо или прямо, вы просто начинаете пушить с руками. И так далее, это помогает вам, чтобы держать плотно с руками. То есть идея такая, чтобы руки были прижаты как можно ближе к рейсерам. И вы как бы подрабатываете локтями. И это позволяет вам лететь более плоско. И, например, если у вас получается слева сложение, а ваш локоть опирается на V-Line и есть какое-то сложение, гораздо легче перенести тело и удержать его на живой консоли. Если вы чувствуете, что кривой идет заброс вправо, то будьте готовы к тому, что будет клевок влево. Таким образом, вы будете пушить с руками здесь, чтобы выстрелить немного, но не слишком много. Чтобы контролировать, чтобы идти в другую сторону с руками. И также, чтобы выстрелить контакт с руками с левым руками. Таким образом, это очень сложно. То есть нужно сделать комплекс движения. Это чуть-чуть сложно. И вы должны держать локоть здесь прямо, прижатый к V-Line, тело, перенесенное весь тело на правую сторону, а левой рукой искать контакт с крылом. В данном, как раз, случае. Еще вопросы? Еще вопросы? Еще вопросы? Еще вопросы. Я говорю, что, как у других пилотов, я делаю то же самое, когда я чувствую less pressure на этой стороне, это означает, что это будет коллапсироваться. На этой стороне будет. И я прекративаюсь от пушить весы. Не пытаюсь улучшить это, но просто... Я согласен с тобой, когда это будет небольшой. маленькие вещи. маленькие вещи, это будет очень удобно, идти и держать тщетку. Когда это очень большой, это не работает так хорошо. То есть если будет реально большое сложение, то это не будет работать. Работать что? В чем вопрос? В чем вопрос? В чем вопрос? Это не вопрос, это утверждение. Спроси, скажи сам. Как утверждение, я спросил правильно ли это. То есть когда я чувствую легкую разгрузку на какой-то консоли, я тут же переношу на нее вес, чтобы удержать консоль под давлением. То есть это, как он пояснил, это работает на малых сложениях, на больших это будет, в общем-то, плохо. Второе. В первом третье, он учен commonplace преодоление. В общем, это стоит Шарна Шарна. Но мы знаем, что мы их расскажем о лучших вещах позже. То есть, для новичков мы не даем полностью информацию, то есть, для их же безопасности, что мы скажем эти правильные вещи чуть-чуть позже, когда я пойму, пойму. Например, если вы получаете очень большую колокс, то есть, если вы получаете большую колокс на левую стороне, например, то есть, при этом, у нас есть большая колокс, это необходимо первое, чтобы падать с левой стороны, чтобы не делать трюсер, но все время, когда вы вернете сюда, то есть, вы должны идти на другую сторону. Так что я сказал, это правда, оно просто проблема времени и для ситуации. То есть ситуация такая, что если вы имеете очень большое сложение, то надо сначала последовать за крылом, чтобы избежать твиста, и потом переносить вес. И это утверждение правильное, и то утверждение правильное, и правда где-то находится посредине. Как вы можете видеть, все проблемы с параглидом, это только баланс, какие-то пандуларные проблемы. И вы должны сделать что-то более и более прозрачное, когда вы получаете какие-то соревнования, в зависимости от баланса пандуларного дайминга. То есть вопрос в том, что чем более высокого класса крыло, тем этот баланс, баланс безопасности и баланс управления крыла, он более-более топ-тонок становится. Все тоньше и тоньше. Возвращаемся? Еще вопрос. Есть вопросик. Ну вот летая по технике, которую объясняли, когда поворачивать надо в одну сторону, а вес тела переносишь на другую. Если вы используете такую технику, то мы не провоцируем разгруженную сторону на сложение. Не провоцируем не лоадный стороне на коллапс? Легко лоадный стороне на коллапс. Нет, потому что вы нагружаете правую сторону на коллапс, а левую контролируете натяжением брейка. Но мы зато теряем ордовичское качество. Но мы можем потерять гладкую перформацию. Гладкую рейку. Если вы делаете это, когда вы в трансиции на переходе, то это глупо. Если вы это делаете на переходе, то это глупо. То есть данная техника применяется для того, что когда вы ищете место, где будет подымать, место потоков. И что нам там, конечно, не нужно? Да, да. Нужно. Нужно глупо в этой зоне, в этой зоне? Это просто вопрос. Вы нужны между двумя термиками. Да, ну, между двумя термиками. Но это означает, что вы нужны, что глупо в этой зоне, только между двумя термиками. То есть только между двумя термиками, которые лучшие глупо. Потому что, чтобы идти быстрее, здесь все пилоты, которые идут быстрее на задачу, каждый из них идут все время в клубе. Мы никогда не прекратили термиками. Например, по-другому. Мы всегда идем на уровень. И после этого мы можем перейти на людей, которые не закончили термиками. Всегда. И задача в том, чтобы выкручивать до базы облаков. И постоянно обгоняют людей, которые бросают термиками и не докручивают их до самого верха. Но для этого мы должны только выкручивать хорошую термиками, и выкручивая очень быстро. Если вы всегда выкручиваете здесь, потому что вы не чувствуете, что есть хорошая термиками, то, конечно, вы должны быть слишком много раз, чтобы выкручиваете. Для этого найти именно сильное ядро, которое вынесет вас как можно быстрее к базе облаков. Но если вы крутитесь в зоне более слабого подъема, вам нужно гораздо больше времени. То есть это просто предложение попробовать эту технику поиска потока. Чтобы ответить на вопросы, если мы можем выкручивать термиками предоставить клуб-клуб-клуб-клуб, потому что это было немного так. Нет, я не ошибаюсь. Это Макреди. Да, это Макреди. Но я думаю, что многие люди должны научить что-то большее после Макреди. И даже в World Cup, может быть, 5 или 6 пилотов используют Макреди. Реально Макреди. Потому что параглайдинг является более эффективным когда вы выберете хорошую термик, то есть если вы берете хорошую термик на струклей. Что это Макреди? Что это Макреди? Макреди, это работает. Макреди. Макреди это системы для расслабления лучшие термикы в трансисиции нужно потерять минимум времени. Макрэйд – это система расчета оптимальной скорости перехода. Но до сегодняшнего дня парагайдинг не достаточно возможности эффективно использовать эту технику. Планеры стали использовать эту технику только 15 лет назад, не раньше. Не совсем актуально говорить сейчас о технике Макрэйд. Нужно знать, что когда вы получаете передвину в трансисиции, вы должны двигаться около 30-50%. Если вы получаете передвину в трансисиции, то не двигайтесь. Это очень простой Макрэйд, но работает. Очень похоже на технику Макрэйди. Если вы имеете встречный ветер, то давите 30-50% акселя. Если вы имеете ветер в спину, то не давите его в вашу. Это вот примерная техника. И высококлассные пилоты знают чуть-чуть больше нюансов, чтобы использовать эти возможности. В трансисиции, самое важное, что важно, как можно меньше работать брейками. Даже если у вас есть забросы и легкие, стараться не работать для того, чтобы сохранить максимальное качество. И смотрите по сторонам, вправо, влево, вперед, назад. Постоянно держите глаза открытыми, чтобы видеть, есть ли рядом с вами курс лучше, чем ваш. Иногда 50 метров на руке, а другой глидер берет лучше, чем ваш. Так что вы должны идти в эту сторону. Если вы идете в диагональ, то вы потеряете много амбиций. Так что вы должны сделать 90 градусов и 90 градусов. То есть, если вы видите даже в 500 метрах от вас аппарат, который идет более лучшим пульсом, который приподнимает, срочно поворачивайте направо, под 90 градусов, идите под этот курс и сразу снова налево. Не идите по диагонали, так как вы потеряете очень много высоты. Так что я бы хотел обратить немного на термол. Потому что у меня есть много чего-то сказать. Так что... Многие вы видели это? Я не знаю, если вы все знаете, что это такое? Нет? Да. Много или нет. Много или нет. Много или нет. Есть какие-то курсы. У тебя есть два линца. Одна для температуры и д has медок. Одна для температуры. Одна для температуры. Одна для температуры. Горады. Много или нет. Все эти линца. Все еще меньше, только, как грит, я думаю. Грит. О, конечно. Линии, которые нагонены вправо, показывают изменение температуры с высотой. То есть теоретически это 0.8 градусов на каждые 100 метров. То есть когда линия температуры примерно совпадает с идеей минус 0.8 градусов на каждые 100 метров, то есть это говорит о том, что это нормальный градиент и он будет вызывать нормальные герминки, обычные. То есть если кривая более плоская, то температура на поверхности геометермика растет очень быстро. То есть в воздухе в воздухе в воздухе, то температура на поверхности геометермика растет более широкий. То есть если температура больше, то температура лучше, то температура более иначе. То есть если вы в воздухе в воздухе, то это очень важно, что в первом времени, то попытаться взять оттуда оттуда до выхода, и вспомнить, что в 1000 метров это было плюс 4, в 1500 метров это было плюс 1, то есть главное запомнить, когда вы берете первый термик в течение дня, на какой высоте какая скороподъемность. Like this, on the next term all you arrive at 1000, you should expect some plus 4. То есть вы будете понимать, когда вы придете на, допустим, высоте 1000 метров, и вы будете понимать, что там будет примерно плюс 4. И если ваш валик будет показывать плюс 1, то вы должны понимать, что вы находитесь не совсем в том месте, не в нужном ядре. А второй термик, это куринотность, и так далее. И еще есть драмы более широкая, которые одновременно становятся lado, а для этой драмы. И температура декре, когда воздух есть многое, например, когда пахнет 100 метров, лимитр в течение дня десять метров, Вторая линия обозначает это влажность, и эти линии более прямые, и нормальное изменение влажности это 1 градус ближе к полкам на каждые 100 метров. Поэтому, если вы приблизитесь к оболку, то скорость будет возрастать. Для тех, кому это больше интересно, есть специальные книги, которые можно приобрести и прочесть. Что интересно, это просто помните, что вы кроете. Это дает вам идея для сегодняшнего дня. И также, чтобы понимать, что, когда вы планируете на поле, то есть очень широкая. И когда вы планируете на поле, то термолы становятся немного больше. И термолы могут быть много разных форм. То есть термик, чем сильнее скороподъемность, тем хуже получается ядро. То есть и форма этого термика может изменяться, она может быть любой. Чем меньше скороподъемность, как правило, тем ядро шире. И сам термин шире. Конечно, если вы планируете на поле, то, конечно, если вы планируете на поле, то есть очень хорошие идеи о том, где вы планируете на поле. Это очень большая. Но иногда вы можете сделать это. Инверсия здесь. И опять. Вы уверены, что будете ни прожать на поле. Дальше, если, например, мы получаем инверсия здесь, и она идет, Вы должны следить за угол вверх, здесь, здесь, и, окей, вверху будет уничтожать. Если вы получите 50 градусов на земле, то это будет уничтожать. Таким образом, вы можете знать в чем температура на земле будет уничтожать. Вы будете адаптировать т.е. т.е. если вы имеете эту аэроническую диаграмму до того, как вы летите, вы можете понимать, на каких высотах есть инверсия и какая должна быть температура земли, чтобы пробить эту инверсию. Таким образом, мы будем говорить немного о жизни термора. Потому что она никогда не работает так, как здесь нарисована теория. Теперь о жизни термика. Просто оно не работает так, как здесь нарисована теория. The main term words you are going to cross in your life it's the colon. Т.е. основной термик, который вы встречаете в своей жизни это в форме колонны. Т.е. это говорит о том, что низ термика Т.е. это говорит о том, что низ термика зафиксирован на земле. If there is a mountain here, it's going to stay always fixed on the ground at the same place. И получается, если это гора, то подошва всегда зафиксирована на горе. If it's in the flatlands, the foot of the thermal can move like this and try to suck some hot temperature everywhere and it's moving like this. И если это находится на равнине, то данная подошва может перемещаться, чтобы подсасывать маленькие пузырьки д Index, в горы или в горы. If it's really, really hot он находится на земле, и вес Glenn гурина там он может расти a bigu خ вас Е мурины Если будет очень жар Warning, Этен, когда ώνите хотя бы четыре То есть если термин закреплен на земле и есть некий микронический ветер, то он нагоняет эту колонну. Но когда подошла, делает некоторое сопротивление на земле. Так что у него есть угол. И время за время, он будет более прямым. И время премии он становится более прямым. В этом типе термол, если вы на этой стороне, то вы просто должны вернуться в сторону. И термол будет выкручивать. Вы не идете быстрее, чем термол. Вы должны четко понимать, что вы находитесь в прямой части термика. И ее надо крутить. На части, где есть угол, как этот. Время за время, часть термола будет смерть. И новый будет в форме. И новый будет в форме. И в данном случае, если вы находитесь в части наклоненной, то некоторые части термика уходят, а некоторые подходят новые. Это означает, что когда вы чувствуете, что вы начинаете потерять его. Но вы чувствуете, что есть угол. И если вы начинаете потерять его, то есть угол. И если вы начинаете потерять его, то есть угол. то есть угол. То есть если вы видите, что вы практически без сноса прямо крутите в этом термике, то это говорит о том, что он оторван от земли. Если вы крутите наклонную часть термика все время прямо, то в какой-то момент вы будете за пределами термика. То есть чтобы этого избежать нужно протягивать по ветру. Я не понимаю, что это в русском языке. Он выключил затем. Он хочет повторить. Она и уходить. Он может не забыть заведение. Он болит старше. В принципе зажигает на ветру. Это талантливое. Он будет отверстия. Он будет измерить. Настой. Но в передаче. Вам очень важно определить тот момент, когда термик отрывается от земли, потому что вы получили протяги против ветра, и в какой-то момент вы оказываетесь впереди термика. Когда вы чувствуете, что не нужно идти против ветра, это означает, что все круги становятся прямыми. И когда вы чувствуете, что нет необходимости протяги против ветра, это говорит о том, что ядра выровнялись, и они идут прямо вверх. И если вы не угадали, вы попадаете, то под вами уже ничего нет. Термик проходит сквозь вас. Или нет? Речь идет о том, что термик идет быстрее, чем вы. И если он не держит от земли, то в конце концов вы оказываетесь пройдет. Сказали, да? Нет, тихо. У меня со стуком плохо. То есть в какой-то момент термик движется быстрее, чем пилот. И в какой-то момент вы крутите, 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 и ничего нет. То есть это зависит о том, что термик ушел выше вас, и уже нет ничего под вас. Да. 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 То есть вы должны все время наблюдать за тем, за остальными пилотами, что кто-то кого-то поднимает где-то. Если вы останетесь, сделаете несколько оборотов в том воздухе, который уже вас не поднимает, вы можете резко потерять высоту. Слив будет. Что такое значение, для идти против лодки, для идти против лодки. Вы можете получить пилот и идти измельчатки от подлужника. И для амплика для полу на виду. И на каждое время, когда они идти против лодки. Так что вы получаете какие-то рычаги, 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 все, на вершине. И когда они приедут на вершине, они поднимают две руки. Это означает, что они пытаются идти быстрее против вершины. Они поднимают, и опять, когда они поднимают, они поднимают две руки, то есть можно использовать две техники, технику оппозитного кривотирования, когда в противовесе находится, и технику того, что когда вы протягиваете против ветра, вы отпускаете крыло, чтобы оно летело быстрее, и потом снова его закручиваете. А зачем его отпускать, если находишься в ядре? Не лучше ли, наоборот, поджать и повыше высоты набрать в это время? Потому что против ветра надо протягивать. Ну так все равно протягиваешь против ветра и так и так. Ты же летишь против ветра. А потом закручиваешься. Зачем его отпускать? Ядрожек все равно по ветру расположен. Зачем быстро прошивать ядро, когда можно в нем плавно развернуться? Он говорит, после, и на нем возвращаются. А вопрос о скорбице в этой крыло. Вы можете лететь быстрее, чтобы отбросить два рейка. Вы можете лететь быстрее, чтобы отбросить два рейка. Но вы можете потратить больше времени в этой крыло. Чувак, что ты с ним споришь? Он соревнование. Это вопрос. Есть вопрос. Какая техника лучше? Это же ответ, как вы говорите. Параглайдинг очень сложный. Мы никогда не можем сказать, что эта техника лучше чем друг друга. Для меня, это выглядит как, когда это очень хорошо организовано, очень регулированно. Вы можете чувствовать, что термор очень регулированно. Вы должны идти вперед немного. Потому что у него есть англо. Но это не раф и бомбий. Это очень удобно. И еще разнообразить. И еще разнообразить. Таким образом. Здесь, вы берете немного скорби. И здесь, вы разнообразите немного. И для меня, когда это очень комфортный термор, я люблю это. И я чувствую много энергии в моем крыле. И это очень хорошо. Лично для Дениса. Он предпочитает дать скорость, когда он идет против ветра. И придержать крыло, когда он идет по ветру. Тогда он чувствует всю энергию крыла. И оно крутит очень быстро и очень агрессивно. И вы должны контролировать, работать именно корпусом. Для того, чтобы немного вправо, немного влево. Но когда воздух не будет хорошо организован, то каждый движок будет более... Очень тяжелый. Он не так мягкий. Если ты мягкий, то термор будет отверстий. И если атмосфера такая очень турбулентная, и постоянно вы получаете какие-то сигналы, если вы будете вести себя очень мягко, то термик у вас вытолкнет из себя. То есть вы должны адаптировать свою технику к любым условиям. То есть вы должны адаптировать свою технику к любым условиям. Поэтому это очень интересно, чтобы практиковать какие-то большие 360-е, левые, и в другую сторону, очень быстро, и Винговер, и все таки. Потому что иногда, когда это очень бандит, вы должны использовать все эти техники. Поэтому вы должны практиковаться в таких техниках, как Винговер, как другие пилотские техники, чтобы в условиях, в трудных погодных, атмосферных условиях контролировать свой кубок. Например, вы делаете агрессивный разворот на 360 и отпускаете брейки. Например, вы делаете агрессивный разворот на 360 и отпускаете брейки. У вас получается большой заброс. Это примерно то же самое, что вы попали в сильное ядро. То есть вопрос тренировки. То есть вопрос тренировки. То есть если вы знаете, как агрессивно пилотировать пилот, вы будете хорошим пилотом в сложных метроусловиях. Если вы не знаете, что день сильный, а у вас нет нужной квалификации, то это опасно. Так что название этого было колонн. Немного этого названия – это «Бабель». То есть это «Колонна» и это «Колонна». Это «Колонна» и «Колонна». Вопрос в том, почему пузырь не наклонен по ветру. Потому что он не прикреплен к земле, и он просто сносится вместе с ветром целиком, вертикально. Например, вы возьмете бальон. Не бальон с ветром. И люди здесь. Окей? Это воздушный шар с сомнём над людьми. В корзине. Ветер оттуда. Вы поставили большую пузу, что хотите. Вы привязываете к земле, чтобы сделать это. И он наклонен на коне. В это же самое. Но в данном случае он предназначен. Если у вас есть пузу на земле, то это будет. Да. Но если вы не забываете, то это будет очень хорошо. Да, это будет с ветром. Но сначала, если вы поставите пузу на земле, а с велосипедом, у нас будет такой. Танцент, вот так, вы встали на земле, так что будет безусловно, и у вас будут там, это двигается. Да, тоже обязательно. Здесь тоже. Здесь идет над велосипедом. Все это происходит. Также это происходит с водой. Поэтому почему не сделать самую технику? Потому что вы идёте с водой на то же время. Если водой движет, и вы движетесь вокруг, вы движетесь. Если вы возьмете пищу в коксе, в вашем автомобиле, он лежит в центре... В коксе движет, и он лежит в центре. Надо переводить это? Все понятно. Ситуация в том, что если привязанный воздушный шаг к земле, он находится. Если его отказать, то он станет прямым. И вопрос в том, что... Был вопрос, почему не нужно протягивать против ветра в данном случае? Потому что это получается как керория относительности. То есть, ты крутишься, а в это время ты же сносишься вместе с этим пузырём поверх. Как рыбка в аквариуме. Ты несёшь аквариум, а рыбка там сама себе живёт. Что я хочу показать вам, это... Все, что вы чувствуете в воздухе, может рассказать вам, что происходит вокруг вас. То есть, вопрос в том, что вы должны научиться понимать те сигналы, которые вам даёт окружающая света, чтобы понимать, что происходит в окружающей свете. Если вы расслабились буквально на 10 секунд, то вам нужно будет 2-3 минуты, чтобы снова прийти к себе и найти себя, где я. Так что, то есть, есть ещё третий тип термор. Есть ещё третий тип термор? Не для всех. Не для всех, но для всех. Иногда мы найдём несколько странных термор. И я уверен, что все вы были в клубной базе. Иногда бывает, вы находите очень странный термор. Вы где-то под базой. Вы пошли на переход под другой блок. Под другой блок. Под другой блок. Под другой блок. Это очень широкий лунок. Не летучий. Вы здесь, и видите, я планирую. очень быстро. И вы видите внизу пилота, который набирает очень быстро. Окей? Так что, ты говоришь, если я могу, я предпочитаю, чтобы приступить на него. И я думаю, что я сейчас приду туда к тому пилоту, и буду на ключи быстро ещё раз под базу. И бывает, что действительно плохой воздух, и ты приходишь ниже этого пилота. Может 10 метров, буквально 10 метров ниже этого пилота. И ты ищешь. И ты ищешь. И ты ищешь. И ты получишь 5 метров, и ты ищешь. И ты ищешь. Так что, если только 10 метров, то если это 10 метров, то он должен сделать 2 шаги и уйти, потому что билота уйти. Если это кузырь, то ещё пару витков, и он тоже его потерять должен. и, по крайней мере, он сделал 1000 метров, например. А этот пилот закручивает 1000 метров, и это не может быть бульба. Это не может быть бульба. Так что имя этого как и бог от литки, это Тор. Ага. Имя такого термика Тор, как бога викингов. Тор это официальная не геометрическая, но форма. Официальная форма в физическом и шимии. Я не знаю точно, что, но это официальная форма в смысле. единица измерения чего-то, но он не помнит чего-то. И форма немного как вы знаете, на буте есть безопасность и ровно 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 это используется для ровно 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 это ровно как во вне и 外 Это вид сверху. И такое ощущение, что внутри есть длинтория. И это просто под вас, всегда сильнее, чем вы внизу. И это движет вас на длинторию. То есть, получается, под вами большее давление, чем над вами, которое толкает вас вверх. И на высоте 100 метров может быть ситуация, что нижний поднимается плюс 5, а верхний поднимается всего лишь плюс 0.5. Если он хочет подниматься быстрее, он должен дождаться нижнего, чтобы подниматься вместе с этим тором. То есть, если он не дождется и уйдет, он совершит ошибку, так как тот, который будет плюс 5, он быстро вылитится под вас. То есть, когда вы увидите, что у вас есть пилот в воздухе, что один поднимается слегка, другой поднимается очень сильно, и просто поднимается, они не поднимаются, и может быть, они не поднимаются и не поднимаются ничего. Таким образом, вы можете представить, как это будет, и вы уже адаптируете вашу мозгу и мозгу, чтобы получить точно хорошие техники. И вы, наблюдая за пилотами, которые под вами, над вами, как кто поднимается вверх или как кто ищет поток, вы должны понимать для себя, нарисовать мозгу, какой тип термика сейчас используется и как вам более оптимально этот термик обработать. Таким образом, это не хорошая идея, чтобы остаться слишком много раз в неделю. Если вы увидите, что кто-то кричит очень быстро, вы должны идти как быстро, чтобы уйдеть вверх. То есть, нежелательно оставаться и крутить слабый термик, желательно приходить на переход и приходить к тому, кто крутит с большей скороподъемностью и желательно быть выше, чем он. То есть, это не говорит о том, что вы должны давить на акции, как можно быстрее возвращаться. Это говорит о том, что просто меньше нужно находиться в зоне меньшей скороподъемности, потому что плюс 5 в данном случае для этого парня будет очень большая высота. То есть, если вы крутите плюс на 5, сто метров до базы и я еще продану два рядка, чтобы быть уверен. То есть, примерно один ваш виток это 25 секунд. То есть, два витка это 50 секунд. И вы потеряете 50 секунд, чтобы прийти над этим парнем, который будет быстрее. И вы будете ниже его, и сольетесь и признетесь. Попротив можно? То есть, это достаточно компактное формирование по высоте, да? Да, это большая, очень компактная формирование по высоте. Да, обычно это довольно компактное формирование, но на активной формирование. Но это может быть примерно 100 метров. Но на верхней стороне, здесь, можно использовать какие-то, разные формирования по высоте. То есть, оно компактное, примерно около 100 метров, но над ним, как правило, есть какая-то менее скороподъемная часть, там плюс 0.5, плюс 1. И вам просто нужно дождаться, пока вас долонет нижний. То есть, конечно, у тора бывает тоже разная формирование. Большие колонны? То есть, это бывает, что он спит на 1 метр, где-то, до 0.5 до 1 метр. И, в каких-то маленьких местах, вы можете купить какие-то очень сильные корпора, как тора, что вы делаете в твою колонну, и вы спите на 1 метр, и вы переехали на 0.5. И получается, что некоторые части работают очень сильно, и задача найти эти части, которые сильно работают, и крутиться в нем. А где в основном Торосы общаются? Это горный лес, равнина, или горный? А где в основном Торосе живет? В земле? В земле? В земле? В земле? Или в земле? Это более на свете. Это более на свете. В этой аре, когда она довольно холодная на земле. Когда там есть большая различная температура. И это также когда она немного стабильная. То есть когда идет равномерный прогрев земли, когда кривая более-менее стабильная и когда есть хороший контраст температуры. Когда он стабильный, когда он более стабильный, на земле, чтобы получить термол, он должен быть очень теплым, как в 5 минутах. Вы видите, что я имею в виду? Нет, для приготовления с бульбом. Вот так. И вдруг вы открываете, и это происходит. То есть вы чувствуете маленькие пузырьки срывая с вас, и в какой-то момент сходит большой пузырь. Нет, 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 нет. Может быть, есть один, потому что кориолис или что-то такое. Но также, дизлевелы всегда стабильны в таком случае. Но я не знаю точно, если есть лучший способ. Или я не знаю. Знаете, мы... Паридыдинг – это более-менее пузырька. Так что... Я думаю, это же самое в одной или другой. Так что... Это обычно означает скалеолирус. Но я не знаю. Может быть, вы должны идти против этого движения, я не помню. Нет, нет, нет. На вопросе было... А, извините. Один пилот в 5 минуте и он может быть вниз, 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 вниз. Есть ли то, что делать на следующий этап? Нет, нет. Вы знаете? Потому что, обычно, когда это вот так, просто вниз, он делает много турбулансов. Потому что он скроет нормальное движение. Так что у вас есть турбулансов везде. Так что, когда это турбулансов, у вашего ряда очень плохого симпрома. И он уходит вниз. Вопрос. Вопрос. У меня не смысл ждать под этим фором. И... То есть... Ждать, что может быть, тебя поднимешь. Вы говорите, что смысла нет, потому что, как правило, после того, как Тор ушел вверх, то под ним образуется зона турбуленции, которая очень сильно давит крыло вниз. Очень быстро сливает. Но, может быть, 100 метров на левом или на правом, вы не сможете найти другого. Это возможно. Не будьте влево, вправо, там буквально сто пятьдесят метров. Там может быть что-то. Не будьте четко под данным пилотом, который уже оторвался и ушел. Пойдите влево, вправо, там буквально сто пятьдесят метров. Там может быть что-то. А на какой высоте обычно данный вид терминка фамируется? Или прямо от земли? На какой высоте обычно эти термики становятся стадии? Или от земли? Или от земли? Могут быть прямо на земле? Как это практически отличить от других потоков? Чем отличается в полете практически? Как это отличается? Как это отличается? Как это отличается? Как это отличается? Нет, нет, нет. Как вы чувствуете, что у вас есть тарминка, не бобла, не бобла. Если вы внутри. Конечно, если вы внутри. Конечно, если вы внутри. Если вы внутри, и в тарминке, если никто не приходит под вас, то вы уже не знаете. Вы уже не знаете. Но если вы не любите, то вы ответите. То есть, если реально под вами нет никого, и над вами нет никого, то реально трудно определить, что вы находитесь именно в этом типе терминка. Проблема это, когда вы увидите кого-то, и вы говорите, «Окей, take care, потому что сегодня это такой день с этим типом. Так что если вы внизу, то, возможно, вы находитесь очень быстро. То есть, если вы увидите, что-то быстро набирают, и вы придете под ним, и там ничего не будет, то это очень большое вероятность, что это в тарминке. Но, по сути, это довольно трудно понять, что вы внутри. То есть, очень трудно определить, что вы внутри такого терминка. Нет мануалов. Нет? Нет мануалов. Нет мануалов. Нет. А, если он довольно табилант, и если вы не получите тарминку, то вдруг тебя поднимут, вы плакали. Только с другой стороны. Когда вы хотите найти тарминку, то иногда нет. То есть, вас может вытолкнуть, и когда вы пытались вернуться, не найти ее, все же, что это вытолкнуло, а там есть ничего. Продолжение следует...